Всем добрый день! Как меня слышно, видно? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня видно и слышно. Спасибо за обратную связь. Видно, слышно, хорошо. Отлично, тогда начинаем. Сегодня веду презентацию проекта «Стиль жизни. Как мы зарабатываем с экспресс-карьера». Меня зовут Ольга Винник. Я мама в декрете и являюсь директором компании «Рифлейм». На данный момент нахожусь в декретном отпуске, как я уже сказала, с двумя малышами, что не мешает мне зарабатывать с нашим проектом в интернете. Немножечко вкратце расскажу план нашей встречи. Сначала познакомься немножечко со мной. Презентую вам проект наш и почему именно компанию «Рифлейм» мы выбрали, суть нашего проекта. И немножечко расскажу, как я жила до и что изменилось в моей жизни сейчас. Для тех, кто досидит до конца, послушает меня, обязательно получит подарок от нашего проекта. Вот моя семья, мои три мотиватора, три малыша, два малыша и уже старшенькому 11 лет. Мои любимые муж и мама. Моя семья, еще папа есть, но фотография такая получилась, которую я хотела. Что хочу сказать. Пришла я в проект, когда моему малышу среднему было тогда годик. Сейчас у меня их трое. Была беременна третьим ребенком. Искала, конечно же, работу в интернете, но попадалось что-то такое, где нужно было постоянно что-то влаживать. Тогда было денег и так мало, кто бы не дал. Но, конечно же, отклоняла эти все предложения, потому что хотела что-то, чтобы заработать и помочь мужу, находясь в декрете. Поэтому и на просторах интернета встретила такое наше замечательное предложение. Что я получала и где я работала до проекта? Закончила Харьковскую академию городского хозяйства, училась в Харькове, закончила на экономиста и хотела, конечно же, работать по специальности. Но почему-то не получалось, не было тогда, так сказать, связей, блата, как говорится. А без этого никак не устроиться на работу, на хорошую, тогда была на должность. И поэтому без опыта работы, конечно же, пошла у нас единственный большой крупный завод Ильича, где практически 50% у кого-то папы, мамы, бабушки, дедушки, братья, сестры работают на этом заводе. И, конечно же, без моего участия тоже не обошлось, потому что половина членов семьи у меня тоже работали в тот момент на заводе. Но поработала я там несколько лет, не смогла больше работать, потому что не моё. Пошла в декрет первый, 11 месяцев было малышу моему, и мы решили с мужем зарабатывать на своё жильё. С родителями очень хорошо, но хочется всё-таки отдельное жильё. И, конечно же, хватали за любую работу, работали с утра до вечера. Кем я только не работала, но старалась с душой на своём рабочем месте. Тоже начальство было хорошее, но зарплата не более 2000 у меня была. На тот момент это тоже, сейчас это совсем мало. Но тогда это было неплохо, но не разгонишься. Если хочешь купить жильё или хочешь, допустим, обеспечить достойно своих детей, покупать всё, что хочется им. Естественно, конечно, это всё было впритык. Премии были небольшие, но это было максимум 100 долларов. Было приятно, начальство тоже неплохо относилось. Но всё-таки хотелось бы большего, хотелось чего-то своего. И не зависит ни от кого. Когда твой ребёнок болеет, естественно, нужно отпрашиваться. Естественно, надо постоянно упрашивать. Праздники, дни рождения и так далее. Конечно же, всегда хотела, чтобы это было по своему желанию, а не по желанию начальника. Сейчас, слава Богу, я уже сама себе хозяйка. Я интернет-предприниматель, мама в декрете, бизнес-вумен, так сказать. И открыла частное предпринимательство. Это мой официальный документ, который это подтверждает. Вы знаете, когда открываешь ЧП, сейчас такое время, когда все в основном закрывают. Потому что очень много ко-бизнеса рушится. Такая обстановка в Украине. Но мало кто открывает. Это радует, потому что радует, что мы открываем. Мы не боимся, потому что у нас серьёзная, надёжная компания. Отличный проект, в котором вышестоящие лидеры помогают, показывают. И дают понять, что всё реально. И идём к новым, новым вершинам и новым, естественно, званиям и доходам. Покажу, как я росла немножечко. Какая была у меня зарплата, и какая сейчас. На прошлом слайде вы видели, что это было 2000 грейн максимально. На 18% я уже открываю ЧП. Конечно, были сомнения, открывать, не открывать. Муж и мама меня не очень поддерживали в этом плане. Мама боялась, что налоги платить, с чего я буду. Муж говорит, поиграешься и бросишь, и что дальше. Но муж мне сказал, если ты уверена в своих силах, если ты не бросишь и пойдёшь дальше, то, конечно же, открывай. И я поняла, что, естественно, никуда я не собираюсь уходить, бросать. Это моё, это единственный шанс, который может вытащить нашу семью из долгов и кредитов, естественно. Поэтому я была уверена на 100%. После того, как я открыла ЧП, даже если я платила 650 гривен на налоги, из 3000 мне оставалось уже тогда 2500-2400. Это было здорово, это были мои личные деньги, мои заработанные. Это было так приятно, пусть это были небольшие деньги, но уже больше, чем на прошлой работе. Хотя я сидела в декрете, и уже мой вклад в семью был очень-очень приятным. Мне было и мужу, и, конечно же, детям. Дальше зарплата моя потихонечку растёт. Я уже ухожу где-то на около 6000 в каталог. И потихонечку выхожу на уже 14000 гривен в месяц. То есть зарплата моя буквально, пока я находилась в декрете, за это время выросла в 7 раз. Ну, эмоции, конечно же, уже совсем переполняю, совсем другие. Я даже не могу представить, как бы мы жили вообще. Честно, не могу. Трое детей, и уже привыкаешь к этой зарплате, уже не хочется меньше, а хочется больше. В рублях даже не подскажу, какой курс. Этот слайд я делала несколько месяцев назад. Поэтому посчитайте сами. Я скажу честно, что сейчас я вижу своих знакомых, подруг, которые работают на той же работе, где работала я. И не знаю даже, у всех детки, у всех школьники и так далее, как собрать школу и так далее. Мне сейчас реально впритык к этой зарплате. Мы уже привыкли к немножечко другим расходам, поэтому все больше и больше хочется. Поэтому будем работать больше и больше. Хочу показать вам за первые полгода этого года, первые 6 месяцев, как компания начисляла мне деньги, сколько я получила в итоге. За первые 3 месяца, получается, я получила 51 тысячу. Здесь вошла премия за директора, 1000 долларов. И вторые 3 месяца тоже сумма была очень приятная, 52 тысячи 466 гривен. То есть, итого за 6 месяцев мне начислила компания 103 тысячи гривен. Я честно, иногда тратишь деньги, проходит это все, свои какие-то дома расходы, а потом садишься и понимаешь, за 6 месяцев 106 тысяч гривен как-то не верит Татьяну. Ну, пожалуйста. Скрин дохода – это акт, который нам компания присылает и ежеквартально, для того, чтобы нам легче было платить, не считать налоги самим, чтобы уже было все готово. И каждый каталог, каждые 3 недели нам компания высылает вот такие скрины. Хочу поблагодарить нашего основательного проекта Анну Черна за то, что дала возможность таким, как я, простым девушкам, женщинам, мужчинам, всем, кто хочет улучшить свои материальные возможности, за свое благополучие, за то, что показала нам свет в этом тоннеле. Сейчас кризис, но несмотря на это, благодаря тебе, Анечка, мы имеем такую возможность жить нормальной жизнью. Кто еще? Правильно, Оль, пока кто-то не верит, мы уже зарабатываем. У меня тоже были сомнения, конечно же, я 2 месяца раскачивалась, но все-таки решилась. И слава Богу, я на прошлом стиле чуть не расплакалась, Анечка, но сегодня я благодарю тебя, низкий поклон тебе за все, за все, что ты для нас делаешь, за то, что ты показываешь своим результатом и не шагу назад, как говорится. Благодарю тебя. Когда мы встретились на первом моем банкете директоров, у меня счастья не было предела, хотелось Анечку обнять, конечно, расчувствовалась, но очень-очень рада, что мы с тобой встретились. И желаю тебе больших-больших успехов, новых званий и, конечно же, душевной гармонии и всего хорошего, что ты хочешь. Вот такой значок у меня тоже есть, Анечка Черна нам всем приготовила, директорам, если вам видно. Он у меня лежит среди драгоценностей моей шкатулочки, там у меня все любимые мои драгоценности. И, конечно же, мой любимый значок. Я детей прячу, потому что дети могут его куда-нибудь деть. Если вы, конечно же, будете стараться, вам тоже Анна Черна подарит на банкете директоров такой значок. Это здорово. Частичка, чувствуешь себя частичкой такой мощи, мощного проекта и такого огромного количества людей. У тебя есть эта частичка, это очень-очень здорово. Спасибо. Хочу поблагодарить своего спонсора, Светлану Ластовскую. Она мне как подружка. Мы тоже первый раз встретились на банкете директоров. Несмотря на это, мы два года не виделись никогда в жизни и встретились. Я очень-очень рада, Света тоже. Спасибо тебе, что ты написала мне той смс, дала такой тоже шанс, чтобы так получилось, чтобы я попала в этот проект. Я даже не представляю, мне аж мурашки по телу, если бы я попала куда-нибудь в другую структуру, в другой проект или офлайн зарегистрировалась. Мне просто даже не по себе, если бы я прошла мимо этой возможности, даже не представляю, что бы было. И благодарю мою команду, мою любимую. Я не стала ставить фотографии, девчонки, потому что вас очень много. Я уже не могу вас уместить в один слайд, чтобы никто не обиделся. Я просто поставила такую картиночку. Благодаря моей команде я вышла на эти звания. Сейчас я нахожусь в открытом звании старшего директора. Иду дальше. Стараюсь поддерживать свою команду. И я думаю, все у нас получится. Я уверена просто. Спасибо вам всем, что вы у меня есть, что вы меня всегда тоже поддерживаете. Взаимовыручка у нас. И все у вас будет хорошо. Встретимся на наших банкетах директоров. И расскажу уже о масштабности нашего проекта. Конечно же, расти это здорово, но не всегда так было все легко. И Анна Чернов в 2012 году закрывает первое свое звание директор. И с этого момента начинается все самое интересное. Тогда она была одна. И спустя год к Анне присоединяются уже некоторые наши первые ключевые партнеры. Сейчас это вышестоящие лидеры, бриллиантовые директора, сапфировые директора, которые идут тоже за Аней. И, как говорится, не шагу назад. Поэтому это не все еще кто смог приехать. Но из России это было 3-5 человек, первых лидеров наших из Украины. Вот вы видите на фотографии. Она уже в 2014 году становится все больше и больше. Я как раз пришла и уже так хотела, смотрела эти фотографии, очень-очень хотелось попасть среди коллектива, среди лидерского состава. Очень хотелось быть на фотографии. Это тоже была моя цель. И уже в 2015 году вы можете посмотреть масштабность лидерского состава. Это только лидерский состав. И то тоже не все смогли приехать. Я из Украины не представилась, город Мариуполь. И очень приятно чувствовать себя частичкой этого большого проекта. Не смогли мы уместиться. Мы еле-еле искали местечко, чтобы как-то компактненько сфотографироваться. И это просто мега-мега масштабный проект, потому что очень-очень много людей. Когда ты видишь это реальных людей, не просто фамилии, аватарочки в интернете, а когда эти люди все встречаются, это очень здорово. Нас пригласили на сцену, на банкете директоров. Тоже было много-много эмоций. Езжали, кричали. Я громче всех, наверное, кричала. Мне очень понравилось. Очень много адреналин. Такой большой вырастает. И есть новые силы работать, работать, работать больше. Советую вам всем быть на этой сцене. И, конечно же, идти вместе с нами к своим новым званиям. Хочу показать вот такую статистику, что из всех 143 новых званий только нашей экспресс-карьере было 69. Это говорит об очень высоком результате. Согласны со мной? Конечно, будете. Я думаю, вы согласитесь со мной. Это отличный результат. Просто если на Украине Арифлейм уже сколько лет, два десятка, наверное, точно есть, да, и всего лишь за 3,5 года, 4 года почти нашему проекту такой отличный результат. Это только Украина. В России тоже увидели фотографии, сколько людей, наш лидерский состав тоже растет в разных-разных странах. Это говорит об очень многом, да. Если вы мужского пола не комплексуете, потому что у нас уже есть своя команда, мужской состав, это не просто мужья наших лидеров, это уже самостоятельные лидеры, которые кто-то за женой пришел, да, вместе подключился к работе, кто-то сам. Это очень здорово. Это мотивирует и остальных мужей включиться в работу, и, конечно же, просто молодых людей, которые хотят с нами зарабатывать, да. Неважно, на пенсии вы студент, или просто хотите достойно обеспечивать свою семью, обязательно подключайтесь, потому что это не женский бизнес, это бизнес больших цифр, да. Приходите к нам, и все у вас получится. И, конечно же, это был мой первый банкет директоров. Я первый раз была на сцене. Круто, конечно, вообще. Признание от компании, муж гордый. Все-таки это эмоции, конечно, непередаваемые. У меня даже просто не хватает слов. Первые премии, это тоже все здорово. И у нас есть наши лидеры, которые закрывают не по одному, не по два, а даже по три-четыре звания. Вот нашла в интернете наши девочек фотографии. Это не единицы. У нас еще есть лидеры, которые закрывают по три-четыре звания. Молодцы. Очень-очень здорово, потому что оффлайн это очень-очень трудно сделать. Мы работаем быстро, растем быстро и закрываем по несколько званий. Девчонки дают нам понять, что это все возможно. И, конечно же, Анна Черна, когда ее на сцене сказали семь званий за два года, был такой бум, да. Поддержка такая, не знаю, очень-очень сильно переживали. Когда Анечка вышла на сцену, очень-очень было красиво. Ее именно компания сделала так очень красивую подсветку, хор. Очень красивая музыка такая, волнительная. Здорово, Анечка, поздравляю тебя. Я думаю, что в ближайшем будущем новое звание ты нас порадуешь, и мы будем очень-очень за тебя рады. Молодец. Я думаю, вам все это видно, да, вы все это видите прекрасно, масштабность нашего проекта. Поэтому присоединяйтесь и, конечно же, включайтесь в работу. Хочу еще показать вот такую статистику. Ежедневно к нам присоединяется около трех тысяч партнеров. Это в среднем, но я думаю, гораздо больше. Каждые два дня, уже, наверное, каждые полтора дня в нашей команде появляется новый лидер в открытом звании директора, новый старший менеджер. Еще недавно я готовила слайд, было 258 человек, сейчас уже 272 человека в директорском чате. Это здорово. Постоянно, когда приходит глобальный отчет или заканчивается каталог, постоянно одни смайлики, цветы, чат бурлит, кипит, потому что новые, новые звания постоянно растут. У кого-то новые звания, у кого-то первый совсем, да, уровень открытого директора и так далее. Цель наша тысячи директоров в проекте, как минимум. Если вы с нами, поставьте плюсик. Кто хочет быть с нами в нашем чате, в звании, как минимум, открытого директора, поставьте плюсик. Я думаю, отлично, здорово, молодцы. Я думаю, все у вас получится и в ближайшем будущем вы попадете в этот чат, придется расширяться. Немножечко о Reflame. Какой был, я думаю, вы все прекрасно знаете, какой сейчас есть старые методы, как работает оффлайн и другие структуры, да, но как работаем мы. Здесь с нуля бизнес под ключ. То есть, если вы думаете, что все легко, как бы, и даже бывает, вот сравните просто бизнес на земле, да, когда вам нужно влаживаться, когда вам нужно купить все эти товары, которые вы будете, которые вы будете продавать, реализовывать, да, нужно найти помещения, которые надо платить аренду, налоги с первых дней и так далее. Здесь ничего этого не нужно, да, здесь у вас бизнес с нуля, то есть, вы ничего не вкладываете. Вы начинаете свой бизнес дома, в домашних условиях, хотите, может, вы совмещаете с работой, кто-то учится, у нас очень много студентов, сейчас активно идет молодежь, нашу команду, очень это радует, потому что не все прожигают жизнь, да, бутылкой пива и так далее, как смотришь, да, разная молодежь бывает, но очень радует, что есть такая молодежь, которая хочет развиваться, хочет уже своих денег и помимо с учебой совмещает уже, планирует свое развитие бизнесом. Очень рада таких людей. Хотелось бы, чтобы мои сыновья тоже были, пошли по моим стопам, так сказать, приучаясь сейчас старшего потихонечку уже нравится ему, помогает маме. И хочу сказать, что даже ребенок может здесь реализовываться. Я тоже сажаю своего сыночка за ноутбук и он мне, естественно, помогает, да, такие простые действия, как поработать на страничке, что-то там сделать, дальше расскажу, что конкретно и я думаю, справится, если справляется 11-летний ребенок, то вам тоже не составит труда. Я, например, пришла вообще, так сказать, чайником, мягко сказать, да, потому что меня научили, как включить компьютер, как выключить. Мы купили компьютер, когда я была в втором декрете. Я ничего не знала, ничего не понимала, общалась со спонсором и потихонечку, потихонечку было большое желание, научилась всему, что сейчас, конечно, я умею, и ролики могу даже делать, и все, что захотела, все смогла, есть и YouTube, есть Google, вам помощь, поддержка тех людей, которые могут это делать, все у вас получится, не переживайте. Быстрый рост, да, вы видите, я уже только что рассказала, показала, с особой построением структуры, когда все друг другу помогают, у вас будет, при вашей активной работе, тоже такой рост. И, конечно же, все бесплатно. Если вы пробовали где-то себя уже, да, пробовали заработать где-то, смотрели какие-то другие тренинги, там, информацию различную, да, вы все видите прекрасно, что первую дается вводная информация, немножечко там воды будет, и в конце реквизиты для оплаты, да, куда ни загляни, везде все платно. Здесь столько колоссальной информации, опыт, наработки наших партнеров, которые делятся на обучающих сайтах, обучающих вебинаров, делятся своими наработками. Это все бесценно. То есть люди уже что-то сделали, у них получилось, и вот этими всеми наработками они готовы делиться с нами, да, со всеми вами. Нас очень много проходят обучающие вебинары, поэтому все будет хорошо, и выбор огромный, да, в какой соцсети работать, и так далее. Далее мы работаем без продаж. Но если есть большое желание, вы можете дополнительно для первых, как бы, денег, да, кому очень-очень нужно, можете и заниматься продажами. Но в основном мы сидим за компьютером в комфортной обстановке, я просыпаюсь, когда у меня будут дети, в домашней одежде, любимый чай, кофе, коктейль, велнос, что хотите, выглядите как хотите, то есть работайте, как вам удобно, да. Сейчас я даже стала настолько домашним человеком, да, вот раньше постоянно с утра на работу, бежишь, бежишь, беготня, постоянно приходишь злой, там убрать надо еще, все это надо сделать быстро, да, и, конечно же, еще отдохнуть немножко. То сейчас у меня размеренная жизнь, я никуда не спешу, все делаю дома, когда мне нужно, когда я хочу, и, конечно же, когда ребенок не захотел идти в сад, например, в среднем, не хочу, ну, не хочешь не идти, нет такого, да, позвонил воспитатель, сказал, мы сегодня не придем, ну, не хотим. Поэтому я честно скажу, мои дети ходят в сад для общения, потому что куда выйдем на прогулку, да, детей мало. В садик они ходят, у меня пообщались со своими ровесниками, с верстниками, да, и, естественно, забираем в прекрасном настроении, захотела раньше, захотела позже. Ну, я думаю, вы меня понимаете, у кого есть детки. Далее. У нас могут работать как пенсионеры, студенты, совмещаемся с основной работой, как я уже сказала, да, и можно поехать в отдых, на курорт куда-то, взять ноутбук, флешку, и где есть интернет, конечно же, совмещать свою работу. Легальный информационный бизнес. У нас нет вложений, и, конечно же, косметика, средства гиены высокого качества. Пять собственных заводов. Это Польша, Индия, Швеция, Китай. И последний новый завод был построен в феврале этого года в Ногинске, российский завод. 150 миллионов евро было вложено в построение этого завода. 26 гектар включает в себя завод, дистрибьюторский центр и склад. Это огромное-огромное помещение. Вы можете в Ютубе зайти посмотреть, красиво, все идеально чисто, сверкает. Очень здорово. 500 рабочих мест обеспечила компания Reflame этим заводом для граждан России. Это здорово. Два научно-исследовательских центра. Глобальный технический центр. В нем работает около 100 профессоров, доктора наук и так далее. То есть, очень-очень высокий уровень. И, конечно, центр исследования кожи, где тестируется, разрабатывается новая-новая продукция. Там работают только доктора наук. Так что, уровень высокий. Если вы еще сомневаетесь, зайдите в интернет, посмотрите и почитайте. Еще у нас есть наша гордость. Это научно-исследовательский центр Эгелеса. Компания Reflame спонсирует и помогает этому центру. Что же это за центр? Это у нас продукция Wellness. Там своя клиника. Тоже работают доктора. И мы пользуемся этой продукцией. Это очень-очень здорово. Моя семья полностью вся сидит, так сказать, на этом Wellness. Потому что мои детки практически не болеют. Уже больше года я даю своим детям. Мама у меня употребляет Wellness Pack. Я, муж и так далее. Я очень довольна. У меня хватает сил, энергии. если я допоздна поработала, то есть желание и встать утром в хорошем настроении. Мне очень нравится, потому что по своему организму я смотрю и чувствую себя хорошо. Это мы фотографировались для конкурса. Хотела показать вам. Мои малыши очень-очень его любят. Что еще компания Reflame дает? Это 17 зарплат в году. И, конечно же, премии. мы не 12 раз получаем зарплату, а 17. Если налоги мы платим 12 раз в году, то зарплата у нас идет 17. Три недели проходит, через три недели уже новая зарплата. Бывают такие моменты, что на счету еще в банке остается, чего не было раньше, конечно же, и не успеваешь еще потратить. То есть, если раньше бежал, снимал зарплату, и как-то практически не дотягивали до зарплаты, мамы занимали, давали кредиты, долги и так далее, то сейчас она еще остается. Это очень хорошо, потому что трое детей очень раньше было трудно всех их обеспечить. И, конечно же, вы открываете счет расчетный, получаете деньги на карточку, подписываете договор с компанией об оказании информационных услуг и получаете деньги на банкомате, где вы хотите. Теперь, что еще такого хорошего в компании Reflame? Согласно маркетинг-плану у нас есть пассивный доход, то есть, вы, выходя на уровень золотого директора, уже можете не работать. Мы как называем пенсии от компании Reflame, либо детское пособие, кто находится в декрете. Вы помогаете двум своим партнерам, выводите их на уровень директора и уже с этого момента можете не работать. Если у вас амбиции выше, то вы, конечно же, идете дальше, работаете выше, больше и получаете доход больше. Но с этого момента уже вы можете спокойно заниматься домохозяйством, поливать цветочки, вязать и так далее. Но мы, конечно же, на этом не останавливаемся. Хочу показать вот такие премии. То есть, согласно маркетинг-плану, с уровня директор вы получаете премии 1000 долларов, старший директор 1500 долларов, 2000 долларов за золотого директора, так выше, выше и выше. Хочу показать скрин для тех, кто не верит. Вот это официальный документ, скрин с онлайн банка. Вы прекрасно можете видеть. 2 февраля 2015 года 29 759 гривен. Это с премием вместе с зарплатой. Арифлэм косметик Украины. Я думала, уже этому скрину можно поверить. Вот второй скрин. Это уже вторая моя 1000 долларов. Я получила ее 26 июня. 30 600 гривен это вместе с зарплатой. Вот Танечка опять не верит. Танюш, вы не верите, мы их тратим. Еще компания нам вот такие подарки дарит, путешествия. машины. Наша Анечка Черна получила вот такое замечательное авто Вольво. И конечно же уже посетила много-много разных стран. И уже наши девчонки лидеры очень-очень им завидуют, очень хочется, трепетно. Я видела, как в чате написала Илона Сухрокова, что в понедельник выезжаем уже в Валенсию. У меня аж мурашки по телу. Я буду стараться, чтобы конечно на следующий год тоже присоединиться и ездить уже на золотые конференции выше. Очень-очень хочется. Поэтому работаем активно и пользуемся вот такими благами от компаний. А теперь суть. Что же мы конкретно будем делать? Три кита. Это наше личное потребление, это рекрутирование и конечно же обучение. Это все несложно. Просто систематические действия приведут вас к успеху. За что же нам конкретно платят деньги? Нам платят деньги за то, что мы моем голову, за то, что мы моем своих детей, чистим зубы, делаем себя красивыми и мужчина наши бреется. Очень здорово. Когда за то, что ты пользуешься продукцией, тебе еще и платят деньги. Личное потребление. Знаете, я хочу долго останавливаться на этом моменте, но хочу похвастаться. В этом году мы отдыхали на море и был такой частный пансионат и детки, знаете, как купили, ребятишки бегают, детям купили вот такие мыльные пузыри. Дети там 5-7 минут и дети уже выплескали. И каждый побежал в домик к своим родителям, чтобы родители наколотили как всегда новую. У меня, конечно же, своя продукция, я налила шампунь и мои малыши выбежали и так же отлично получается мыльные пузыри. Выбегают дети, у них не получается. Родители там свои шампуни, налили, у кого там чистая линия, у кого глискур, там все абсолютно разные. Не получается. Очень смешно было, я говорю, здесь Арифлейм не подкачал. То есть, я потом попробовала даже дома гель для душа, жидкое мыло, здорово, отлично получается мыльные пузыри без каких-то проблем. Поэтому советую вам пользоваться, переходить на свой интернет-магазин, приглашать своих родственников. У меня сейчас даже критически настроен брат, который как бы не любит новую продукцию. Вот он сидит, он пользуется одной продукцией, он только ей. Но перешел уже и потихонечку, и пены для бритья, и все-все-все. Как бы очень приятно, что оценил качество, оценил, что он долго хватает, там густая пена, мне объяснялось, и так далее. То есть, очень-очень приятно. Я люблю эту продукцию. Вначале я как бы не сильно была фанат, но пользовалась иногда. Но когда сюда приходишь, потихонечку-потихонечку что-то берешь, и когда уже начинаешь распробовать, много всего, конечно же, и когда начинаешь распробовать, понимаешь, что это действительно отличная, качественная продукция. Вот такой слайд мне очень понравился у Натальи Качиной, и действительно это так и есть. Я иду на дни рождения только с продукцией компании. Я выбираю маме на дни рождения, самую красивую сумку, которая ей понравится в каталоге. Подруги, то есть, все меня ждут, все знают, что Оля что-то красивое, интересное принесет, подарит, и так далее. Я ничего себе не набираю. Я пользуюсь в удовольствии. Когда было мало денег, я старалась побыстрее, побольше работать, чтобы побыстрее можно было заработать и первообъемную скидку, и уже легче брать и продукцию. И я поняла, Наташа, я тоже не уместила, все продукты, поэтому это все правда, это все здорово, когда, мало то, что ты любишь продукцию, работаешь в любимой компании, и с каждым днем, с каждой зарплатой я люблю больше, больше, больше нашей компании, особенно с каждой премией. Это очень здорово, мне ни на одной работе так в удовольствие не работалось. Понимаете, вот когда муж мне говорит, ты, наверное, ты бы залезла в монитор, очень я люблю и коллектив, и нашу команду, и, конечно же, компанию. Так что, вы попадете в надежные руки и будет у вас всегда хорошее настроение. Что мы будем делать? Мы будем строить сеть потребителей, то есть мы, раз мы не продаем, нам нужно где-то брать товарооборот, и мы в интернете очень легко, когда миллионы людей, мы предлагаем тоже заработать, как работаем мы. То есть люди, те, которые любят iFlame, просто хотят заработать, присоединяются и таким образом пользуются продукцией, и получается тот товарооборот, который нам нужен. Мы будем рекрутировать. Рекрутирование это приглашение людей в свою команду, то есть ищем своих партнеров, как это делается? Делается очень легко. Скажите, вас пригласили что-то такое, как сформулирую вопрос, трудно было вас найти в соцсети, вам написали либо смс, либо вы отреагировали на какое-то объявление о работе. Трудно ли было вас найти? Нет. Я тоже думаю, меня тоже не сложно. нашли. Я увидела объявление о работе и вот таким образом я уже здесь. Поэтому, я думаю, и у вас все получится, ничего сложного нет. Создаются странички в соцсетях, кто где любит работать, кого где нашли. Если вы в Одноклассниках любите, тогда, пожалуйста, работайте в Одноклассниках. Если вы в ВКонтакте вам прислали приглашение, естественно, вы идете туда работать. Создается страничка, просто набираются люди как бы в друзья, онлайн, не ваши друзья, не переживайте. Просто приглашаете в друзья, общаетесь с людьми, говорите о работе. То есть, все информационно, вы никого ничего не уговариваете. Вы просто приглашаете людей в свой бизнес. То есть, и кого вы будете притягивать, такая будет у вас команда. То есть, будьте вы позитивны, и будет у вас, конечно же, команда тоже такая. И третий, это у нас обучение. Обучение проходит легко. Вот как сейчас, например, вы сидите, меня слушаете. Кто-то может в это время готовить обед, кто-то занимается с ребенком, кто-то параллельно чем-то еще дома занимается, может кто-то на работе. Все происходит в онлайн-режиме. Все легко. Если вы пропустили где-то вебинар, вы можете его посмотреть всегда в зале. У вас будет доступ ко всем школам, к вебинарам обучающим, и, конечно же, вы будете получать инструкции на почту. То есть, один на один вы не останетесь. У вас будет поддержка уже состоящих лидеров, директора, вашего наставника, и, конечно же, команды. У нас круглосуточные чаты в скайпе. Это очень здорово. Мы все с разных часовых поясов. Кто-то с России, с Дальнего Востока, я, например, с Украины. Я ложусь спать, девчонки уже просыпаются. То есть, всегда вы будете поддержкой, так сказать, разных стран. Это очень здорово, когда начинаем говорить о погоде. У тебя такая погода, у кого 14 градусов тепла, у кого 40 градусов жары. все мы разные, разные места, города и так далее. Но здесь мы все очень поддерживаем друг друга, все как родные, как вторая семья. Поэтому обучение проходит легко, в свободном режиме. Вы смотрите, где у вас свободное время, ребеночка уложили спать, посидели, почитали, послушали, позанимались. Понятно, да? И немножечко расскажу о себе. Что же было до проекта и что произошло сейчас. Ну, до проекта, как всегда, да, мама в декрете. Это, ну, как бы напряженный такой рабочий день, как мы говорим, да, сериалы, ребенок рядом, да, прогулка, поесть, накормить, постирать и так далее, да. И часто женщины в декрете начинают немножечко не всегда вовремя за собой следить, да, я хотя бы старалась, там где-то подкрашивалась, все, но не было такого, знаете, как до беременности, то есть каблуки, там, старалась хорошо одеваться и так далее, да. Всегда в декрете как-то получается так, что с дома редко выходишь, да, только на прогулку с ребенком куда-то там еще, да, и в основном все приходят, крутишься, крутишься, и очень часто это просмотр сериала. Я вам скажу, ну, по себе, да, с утра включается телевизор и вот это один за одним и происходит, да, то есть немножечко нет развития, так сказать, да, есть, смотрела что-то в интернете и, ну, что-то там развивающее для детей, но это были такие одиночные какие-то статьи, да, это когда интернет уже появился. Сейчас, конечно, я тоже в декрете, да, но сейчас у меня совсем другие цели, я изменилась не только внешне, но и внутренне. У меня какие-то были раньше если комплексы, да, то сейчас, ну, большая часть из них ушла, это точно, да, я скажу честно, здесь вы с нами становитесь увереннее, не только как человек, но и как женщина, да, то есть, если там даже раньше, что-то там, муж может вам не уделял, вы на него обижались, то сейчас времени даже на это все нет, оно все уходит, все гармонично становится, у вас появляется свое дело, у вас появляется свой бизнес, свой интерес, вы горите, вы даже интересны становитесь и своему мужу, и все гармонично и в семье происходит, ну, так получается, вы становитесь интересны как личность, да, не только как лидер, но и как личность и женщина, поэтому муж вначале, как сказать, верил, я никогда ни перед кем не отчитывалась, да, вот у нас в семье так, мы общаемся, мы обговариваем все эти моменты, но мы не, нет такого, что там указываем друг другу, что делать, да, он видел, что я чем-то пробую заниматься, я сказала, как бы, он меня не поддерживал активно, да, горы посуды лежали, как бы, мне намекали помыть, но, тем не менее, сейчас все, когда начал уже получать деньги, муж начал помогать активнее, конечно же, потому что мне нужно время уделять проекту, и что раньше были какие-то мои, как бы говорится, да, женские обязаны, сейчас муж, конечно, очень помогает, он где-то может и детей взять на прогулку, пойти погулять, он знает, что мне там надо подготовиться к чему-то, мне надо там еще что-то сделать, он и помоет, и приготовит, и детей спать уложит, с этим уже проблем нет, он мне не помогает в рекрутировании, очень-очень мало, но, как бы, я уже не заставляю, да, так получается, мне лучше, когда человек помогает мне, мой муж, в бытовом плане, да, очень, это очень, очень играет большую роль, либо бежать кушать, готовить, либо уже у тебя, уже эта часть, скажем так, дела уже сделана, поэтому, все меняются здесь, кардинально, если вас еще это не коснулось, то коснется точно, не переживайте, появились у нас первые маленькие покупочки уже, да, первое время, скажу честно, у нас было очень много долгов, кредитов, пока я сидела в декрете, конечно же, первое время, первые мои зарплаты, в основном, шли на погашение вот этих долгов, кредитов, и выходили на уровень ноль, потому что минус был очень, как бы, страшный, да, и зарплаты, не хватало, вернее, скажите, квартплату, долго не оплачивали, долги были по квартплате, и вот это первые, первые месяцы мы только дали долги, да, потом решили обновить, сделать ремонт в детской, долгожданную кровать купили, знаете, как приятно купить не за, не в кредит, не в долг, да, взять у мамы, а именно пойти, заказать, и пойти заплатить наличку, сколько лет жили, лет 10, да, у нас 9 лет, наверное, все было в кредит, ну, не было возможности у нас покупать, все за наличные, и как бы они не могут, не могли собираться, если честно, не могли мы собирать, с чего там было собирать, то сейчас все покупается, вот, да, 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 все покупается за наличные, с хорошим настроением, выбирается, что хочешь, заказываешь, в интернете сидишь, советуешься с детьми, потому что я стала учитывать их мнение, раньше, конечно же, подешевле, особо я их не спрашивала, да, вот, на что денег хватило, то и купили, то, естественно, сейчас уже совсем другое отношение, помогла мужу выкупить машину, он выкупал машину на своей службе, и, естественно, я ему помогла, очень много денег идет, конечно, на ремонт, раньше это было в долг, как всегда, да, то сейчас я ему помогаю, потому что каждый день работает такси, каждый день, и, естественно, машина, детали изнашиваются, детали очень дорогие, колеса практически каждый сезон, естественно, все это я ему помогаю, обновили телефоны тогда еще, и, вот, хочу показать, это моя последняя покупочка, мультиварка, вот, услышала в чате, да, девчонки советуют мультиварку, потому что у меня уже сгорело две кастырики, трюли, чайни и так далее, муж уже молча их выбрасывает, покупает новый, поэтому, и решила себе тоже купить мультиварку, вот первое блюдо, какое я приготовила, конечно, это здорово, загрузила, сделала все, и все, очень-очень классно, советую вам, пошла, купила, выбрала, какую захотела, и пошла, и хочу показать, зубки я сделала, да, если раньше, у меня, ну, очень, знаете, да, стоматологи сейчас дорогие, старалась к подружке там куда-то, подешевле сделать зуб, если заболел и так далее, то сейчас я иду туда, где мне нравится, да, врач, мне нравится стоматология, я выбираю отношение к себе, да, я иду и делаю, не тогда, когда уже заболел сильно, да, и побежала, она уже прижала, а идешь, когда понимаешь, общаешься с стоматологом, что там нужно это, это, это сделать, да, и это не дешево, вы все прекрасно знаете, это приятно, что ты себе можешь это уже позволить, и хочу, сейчас мы ходим с малышом, вот рассказать, да, он боится делать зубки, но такой врач детский, такая клиника очень красивая, ребенок ходит, раз в 3-4 дня, мы просто знакомимся, мы потихонечку садимся в кресло, мы потихонечку знакомимся с этими инструментами, да, стоматологическими, то есть, чтобы не было у ребенка испуга, все это мягко происходит, очень-очень здорово, старший ребенок у меня такое не получил, да, посадили его 3-4 года, и началось, да, он уже привыкший к этому делу, а средний у меня характерный, да, так сказать, поэтому и даже ребенку это все как-то приятно, и хочу сказать, если бы он сейчас ходил, вот он ходит в сад, да, если бы я работала на основной работе, я бы смогла его каждые 3 дня водить, вот так вот знакомиться, общаться с доктором, нет, я бы прибежала, отпросилась бы на 1 раз в неделю максимум, да, и все, поэтому, это еще, вот в таких случаях, понимаешь, какой здоровский проект, и как хорошо, что мы работаем в интернете, то есть, ты размеренно пошла, отвела ребенка к стоматологу, прошли, взяли, конечно же, игрушку, после стоматолога у нас эмоцион, мы идем обязательно, выбираем не одну игрушку, а еще и братьям, потому что, естественно, с одной игрушкой домой не придешь, это тоже все деньги, ну, ты понимаешь, что ты можешь это дать ребенку, чего не было раньше, скажите, если бы я получала 2000 своей раньше гривен, я бы смогла все это сделать? Нет, этого всего у меня не было, поэтому мне есть чем сравнить, не знаю, какие доходы у вас, но у нас этого не было, вот это мои малыши, я их вожу очень часто, такой у нас есть большой центр, красивый, да, мы там очень часто бываем, тоже не очень дешевые качельки, эти все аттракционы, но это все видно, да, глаза ребенка горят, они рады, вот захотели, сидели, сидели, взяли и поехали, раньше у меня был старший ребенок, да, он был один маленький, мы ездили один раз в год, у нас был такой экстрим пар летний, да, и мы ездили один раз в год, потому что как бы это было не дешево, еще вся семья там, какие-то пироженки и так далее, было очень, это бывало даже за год мы его не свозим, ни разу, ну, потому что, ну, как бы старались, но все равно как-то это было вторично, да, сейчас я стараюсь детям давать, 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 потому что, вот то, что эмоции они напитают в детстве, я надеюсь, что это все поможет им уверенными быть, да, позитивными и смотреть в жизнь, дальше идти с такими, хотя бы детскими, вот такими хорошими эмоциями, буду стараться и дальше, потому что это вклад мой, да, хочу рассказать вот такую одну историю, вот мы купили им машинку, но за два дня до этого, мы вышли просто на прогулку, как-то у старшего у меня не было, да, и даже мысли не было, что я могу купить такой мобиль, как называют его, да, электромобильную машинку, какая ситуация была, мои малыши вышли на улицу, и соседский мальчик, как всегда, вышел с похожей машинкой, да, ну, один разочек соседи дали покатать, и все, но среднему малышу еще можно объяснить, что выйди, хватит уже, да, мальчик не хочет кататься, а младший мой так расплакался, он вцепился в этот руль, и вот все тросло, и у меня вот такой ком стал в горле, я даже не могла его вытащить с той машинки, это была истерика просто, и в этот момент я решила поехать на следующий день купить машинку, так и произошло, мы поехали, большой-большой магазин у нас есть, детский мир, я говорю, выбирайте, там было около 30 машинок, они спокойно выбрали, конечно, они бегали по всем машинкам, выбрали, которая им понравилась, и, конечно, это вообще, эмоции не передавать, вот, если вы видите своих детей, которые, ну, я скажу, раньше у меня такого не было, я сыну давала там, помните, да, сколько было, вот мы сейчас 11 лет, приезжали в парк, да, допустим, машинки эти, да, ну, покатался, круг 2-3 смотришь по деньгам, как бы на третий круг уже не хватает, а ребенок хочет, и думаешь, блин, где взялись машинки этих, понаставляли их во всех парках, да, потому что не было денег, сейчас я могу спокойно, единственное, что тяжеловато выносить ее мне, ну, выносит у нас муж, поэтому, на девятом этаже, поэтому, ну, я считаю, это вообще проблема, потому что они и дома в ней сидят, и на улице счастье, конечно, переполнять, видна радость, видны эти детские визы, крики, конечно же, и самой приятно, и понимаю, что вот только ради них нужно идти дальше, и я не понимаю тех мам, которые сидят в декрете, начинают, но денег нет, и как бы и делать ничего не хотят, вот это вот мне непонятно, да, стыдно быть бедным, если есть такая компания Reflame, и есть такой замечательный наш проект, то есть, пожалуйста, работай дома, и зарабатывай своим детям, да, хочу показать такие фотографии, мы в этом году были на море, ездили, я лет 5-6, наверное, уже не была на море, то есть, ну, как, у нас есть в городе море, там на 1-2 часа, поехал, потому что то на работе была, отпусков, естественно, нет, уже лет 5, наверное, без отпуска, какой отпуск у частного предпринимателя, естественно, нет отпуска, выходной и все, потом я родила малыша, он был маленький, потом сразу второго, тоже был маленький, грудничком, не поедешь, и в этом году, мне так захотелось поехать отдыхать на море, я пригласила своих родителей, если раньше мы отдыхали подешевле, да, какие-то цеховые базы, где-то такие туалеты, что надо нос закрывать, да, вы, я думаю, знаете, умывальник где-то на одной стороне, у вас домик, допустим, здесь, да, умывальник на другом конце базы, да, где нужно и посуду помыть, печка вообще в середине где-то там, и ходишь с этими кастрюлями, я это отлично помню, но зато подешевле комнаты, да, то есть на море, недалеко и так далее, сейчас, для меня всегда, вот эти люкс номера, с кондиционером, это все для меня было как-то из области фантастики, потому что посчитаешь, да, там на 10, на полмесяца, если поехать, то сколько это нужно денег, да, в этом году мне очень захотелось, мы просто сели и поехали, да, собрали вещи, созвонились с хозяевами, частного пансионата этого, он буквально 5 метров на море, очень здорово, у тебя в номере кондиционер, туалет, горячая вода, газовая плита, интернет, вай-фай, пожалуйста, телевизор, что хочешь, то есть приятно, да, побыть в таком номере, отдыхнуть, раньше я такое не могла сделать, и на 2000 гривен свои я бы точно, тут и хоть бы на еду хватила кварплату, да, какая там еще отдых, то сейчас это все легко, очень просто, да, я думаю, кто-то скажет это там не за границей, не курорт, не там, не Черное море, но для меня, для моих детей, это самый лучший отдых, то есть море мелкое у нас, прогревается, ехать от нас полчаса, допустим, да, на машине, то есть мы сели, поехали, все, собрали вещи, поехали, дети отдохнули, и очень приятно, когда ты родителям начинаешь помогать, да, то есть мама тоже так никогда не отдыхала, да, мама тоже в цеховых базах, этих самых дешевых, обычных отдыхала, сейчас она, тоже ей было очень приятно, и мне было приятно, да, когда ты можешь хоть что-то дать родителям, да, то есть они тебе дали очень много, до проекта, до компании Рифлэй, до нашего проекта, мне помогали родители финансово и всем, да, то есть даже вещи иногда мама покупала, было стыдно, но другого, как бы такие моменты были, что она видит, что у меня нет новой куртки, да, пойдем я тебе куплю, было стыдно, но другого выхода не было, да, сейчас я все, что могу, я покупаю маме, дарю, потому что она не берет и дарю, 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 стараюсь как бы приурочивать к дням рождения, каким-то праздником, что-то такое, ну, чтобы, хоть как-то, потому что не хочет, да, брать, но в виде подарков, конечно же, берет, и буду стараться, буду работать больше, чтобы и родителям было легче. Так, что еще хочу показать? Хочу показать моего школьника. До проекта компании Рифлэй, до нашего проекта, я не покупала ему новую вещь, очень-очень мало, да, старалась, но, как бы, костюм постоянно нам давали племянник, у нас от родных, от старших детей доставалось, ну, в хорошем состоянии вещи, хорошее качество, но они были не новые. В этом году, в прошлом году уже у меня зарплата была первая, да, там около трех тысяч было полегче, конечно, но в этом году уже, конечно, гораздо легче. Вы знаете, сейчас прекрасно, какие сейчас цены. Скажу вам, в этом году мы пошли вообще без ущерба для нашего бюджета, то есть, взяла деньги, получила зарплату и пошли полностью у ребенка, одели обули. Я вижу просто сейчас в интернете, вот Наталья Качина говорила, что сейчас даже банки провоцируют людей как бы взять кредит, чтобы одеть школьника, да, одень ребенка в школе, получи кредит. Это просто ужасно. У людей и так денег нет. Еще брать кредит, чтобы, потому что очень все дорого, да, и костюмы, и рубашки, а хочется для ребенка все самое лучшее. То есть, в этом году нам мы просто поехали, выбирали, выбирай, да, меряли, как бы все, что он захотел, и спортивные, и школьные принадлежности, и так далее. У меня осталось только там бумажные принадлежности купить, и все. То есть, это все уже не напряг для бюджета. Не то, что я, у меня их нет денег, да, у меня еще остается зарплаты после того, как полностью оденешь ребенка к школе. Это здорово. Вы знаете, у меня их трое, да, будут подрастать те, и я уже спокойно, с уверенностью смотрю в будущее, что и мои маленькие школьники тоже пойдут. Дай Бог, главное, чтобы мир был, и все будет хорошо. И хочу показать, что уже некоторые мечты, которые я хотела, уже многие сбылись, да, то есть, то, что я когда-то себе для меня была просто мечта, потом она превратилась в цель, и уже начинаешь потихонечку ее достигать. Это здорово, когда уже исполняются твои желания, твои мечты, которых вообще раньше как-то, ну, это было очень-очень высоко, очень далеко. Я, конечно же, хочу открывать новые звания старшего золотого директора, старшего золотого директора, сапирого директора. Все себе наметила на год-два вперед. Буду стараться, и думаю, что уверена, что все получится. Хочется, конечно, ремонт своей квартиры, хочется облагораживать свое жилье, да, новые покупочки. Я уверена, что все будет хорошо. Давайте подытожим, да, что же конкретно нам нужно делать. Нам нужно делать три простых действия. Пользоваться продукцией, приглашать таких же людей, как мы, и получать деньги. Согласны? Хотите деньги получать? Кто согласен, пишите «да». Для тех, кто досидел до конца, вам в подарок вот такой замечательный сайт от нашего основательного проекта «Анны Черна», от нашей экспресс-карьеры. Пользуйтесь, рекрутируйте. То есть не нужно вам изобретать велосипед. А если у вас появится кандидат, вы даете ссылочку на этот сайт, человек смотрит, изучает и регистрируется в вашу команду. Если вы пришли к нам как гость и решили с нами, все-таки решили зарабатывать, увеличивать свои благосостояния, обратитесь к тому человеку, который вас сюда пригласил, напишите «я готов работать». Если вы новичок, делайте активационный заказ, побыстрее включайтесь в работу и пишите своему наставнику «я хочу работать», помоги мне, да. И думаю, все у вас получится. И хочу вот такую картиночку показать. Если вы новичок, пришли только к нам, себя почаще хвалите, мотивируйте. И не думайте, что вот завтра я уже взлечу, да. Активно работайте, конечно, но дайте себе время. Я когда сюда пришла, думаю, дам себе год. Если за год у меня ничего не получится, как бы брошь. Ну, это тогда думала, да. Естественно, за год уже у меня было 18%. Немножко не хватало до 22%. И я поняла, что я на правильном пути. У вас тоже все получится. Ставьте себе смелые цели и побольше. Идите к ним, пишите себе маршрут свой, своего успеха. Все у вас получится. У меня все. Была очень-очень рада всех видеть. Обращайтесь, пишите всем. Всех буду рада видеть в просторах интернета. Всем удачи. До свидания. До свидания.